Тридцаточка. Ровно столько дней осталось до начала TI. Время пролетит незаметно, и пора переходить в режим боевой готовности. Совсем недавно в Вентиле выпустили целый блок на эту тему, и речь зашла про билеты, которые и без этого невозможно достать. Но, как вы понимаете, проблем много не бывает. Издатель переживает из-за коронавирусной ситуации в мире, где почти каждую неделю появляются новые штаммы. Как раз поэтому они не могут предоставить конкретную дату продажи билетов, и оттягивают этот момент. Подавляющее большинство зрителей и так никуда не собирались. У каждого из нас персональная сцена давно готова, гречительные напитки и, конечно же, любимый диван. Армата Габена согласна и с тем, что в таких условиях тяжеловато планировать поездку в Бухарест, особенно для всего остального мира. Румыния – это страна Европейского Союза, а для того, чтобы европейцам перемещаться по еврозоне, никаких лишних документов не требуется. У них единый паспорт вакцинации. Иными словами, юбилейный Инд станет самым европейским за всю его историю, а не как это было в Канаде и тем более в Поднебесной, где, например, китайцы отнимали баннеры команд. На сей раз Дети Дракона точно будут в меньшинстве. Вернемся еще на пару дней назад. Как ни странно, осенний апдейт вышел вовремя, и даже понятно почему. Такая халтурка не требует много времени. К ландшафту не прикопаться, он всегда таким был и останется. Мы также гарантировали мимолетные изменения в гильдиях, что по итогу и получили. Рефреш ежеквартальных заданий нас не удивил. Как вы сами видели, свежатины тут и не пахнет, так что все ожидаемо. Надежда на нормальные шмотки умерла сразу после релиза. Насколько сокровищница оказалась параш... то есть плохой, пишите ниже под роликом. На вашем экране дата залива вещей. Мы вернулись прямиком в 14-й год. Эти сеты даже не сопоставлены с нынешними полигонами и текстурами героев. В общем, полный провал. Одна штука вам все-таки пригодится. Это курьер. Не потому, что он визуально красивый или по другим причинам. На нем можно и нужно заработать. Давайте читать описание. Имеет случайные самоцветы эффектов и цвета. Другими словами, выбиваем коалу. Вытаскиваем из него редкие самоцветы и прямиком шуруем на торговую площадку. Как это сделать? Заходим в раздел инструменты и покупаем вот такую хреновину. Выбиваем всю дури с курьера. Самоцветы наружу. Однако при этом не забудьте, что коалка загнется и самоуничтожится после молотка. Как и говорил, самоцветами можно торгануть или вставить варкану, который имеет нужную ячейку. Ну, например, ТБ. В принципе, логично, что в апдейте не появились предикты и фэнтези-команды. Скорее всего, мы просто поспешили и захотели закулисного контента раньше времени. Пока что они даже не знают, что делать с билетами, не говоря уже об остальном. Так или иначе, всё появится ближе к началу Инта. Но не всё так грустно. И мне есть, чем вас порадовать. Издатель всё-таки обратился к народу. И тут сразу два момента. Никакого намёка на второй Battle Pass. Как будто они ничего и не анонсировали. И нам всего лишь остаётся гадать дату выхода. А вот первый официальный тизер к новому ивенту состоялся. И как вы прекрасно знаете, события и БП – это две неразрывные вещи. Давайте дружно читать. На смену лета приходит осень, что возвещает с Мяволом. Настало время очередного сезонного обновления Dota+. Ещё раз. Приходит осень, что возвещает с Мяволом. Похоже, слово вы уже слышали от меня. И не один раз. Я объясню всё по-простому, чтобы даже неискушённые зрители всё поняли. Наша любимая вселенная богата расами, потусторонними созданиями, различными тварями и даже зверьками. Даже герои пытаются друг друга завалить по разным причинам. Не говоря о низших созданиях. Где-то в этом мире бродят Смиволы и Гриволы. Или, как перевела русская локализация, Смяволы и Гряволы. По своей сути, они ненавистные братья-близнецы. Слева на вашем экране красуется Смивол. А вот справа мерзопакостный Гривол. И стоит заметить, что это не от себя тина от локализаторов. В оригинальном обращении Смивол также упоминается. В кодовых строчках давненько валяются Гриволы, которые даже подписаны как мини-боссы. А вот Смиволов запихнули только что. Из маркетингового отдела и так ничего не вытянуть. А тут они сами подтвердили то, что мы хотели услышать. Я абсолютно не верю в такие совпадения. И, скорее всего, этой осенью развернется война между зверяками. Ну, а за руль этого кровного конфликта усадимся мы. Но об этом мы еще поговорим. На мое удивление, за поганым осенним сундуком последовала другая тень. Как бы это пафосно ни прозвучало. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. В обнове 4.9.8.9 загрузили целых 15 новых лоудскринов. Иными словами, загрузочные экраны под новые и заготовленные сеты на осень. Туда же отправились 4 варда, которые заимели модельки в игровом клиенте. Ну и давайте на них посмотрим. Пока мы тут разбираемся, что творится, в самом разгаре Dota Pit Inventational с огромным призовым. Ну и самое время врываться на париматч, который сделает каждый матч гораздо заманчивее и интереснее. Наши ребятки из Team Spirit отлетели от T1 и упали в нижнюю сетку. Так что нам нужны дополнительные эмоции от просмотра. Team Undying – сегодняшний соперник драконов. Это многообещающий матч. Я, конечно, болею за наш регион. А вот Undying – это темная лошадка. Даже не знаю, что от них ожидать. Наверняка они смогут удивить. Но самое интересное в этой ставке то, что я узнаю результат вместе с вами. Когда выйдет это видео, матч уже будет сыгран. И вы сможете проверить, насколько из меня получился предсказатель. Смотрите и другие матчи Dota Pit. Состав участников бомбезный. Начинает LGD и заканчивает Тундрой, которая разорвала всех на прошедшем турнире. Ну и, конечно, залетайте в закрепленный комментарий, где вас ожидает плюс 100% бонусов к депозиту. Только от париматч. Перед вами новый сет на Войда, который называется Eternal Witness. И, конечно, такого в игре просто нету. Дальше идёт Блотипит Гладиатор, сет на Бристлбека и его загрузочный экран. На фоне гор красуется Антимаг и его пурпурный костюм. Название грядущих шмоток вас интересует меньше всего. А пока вы наслаждаетесь визуалом, я веду вас курс дела. Дата-майнер под ником DotaDM вытащил все новые загрузочные экраны из прошлого обновления. Я думаю, грех не упомянуть Телеграм, раз мы используем его находку. Пока что добавили только лоудскрины, а вот сами сетики остаются закрытыми, и мы не сможем их опробовать. Когда мы готовились к осеннему апдейту, я постоянно кричал, разрабы ковыряются в Марсе, и вот до чего они доковырялись. Всё-таки не зря увеличивали текстуры и полигоны, и наше с вами предположение оказалось верным. Сетов слишком много, и в некоторых местах появляются дубликаты, ну, например, у антимага или у алхимика. Не берусь утверждать, что все они появятся одновременно, но возникает два вопроса. Когда и по какому поводу? Я думаю, вы и без меня догадываетесь, что это грядущий сет к осеннему коллекторскэшу, который, кстати говоря, идёт рука об руку с БП. По крайней мере, я не нашёл другой причины. Если у вас есть варианты, то смелее пишите о них, не стесняйтесь. Где-то неподалёку Троф Карафе, со своими автографами и имморталками. По сей день ковыряются даже там. А если заглянуть сливой второго батлпасса и на второй тир, то там прямо прописано 14 имморталок. Поделят ли их на два иммортал-сундука, или ровно распределят между трежерками и Карафе, сложно сказать. На такой вопрос у меня пока нет ответа. Помимо сетов, Дота Диэм смог вытащить 4 новеньких варда. Более того, они также имеют свои названия, и самое интересное, залитую анимацию. Иными словами, подготовка идёт полным ходом, даже если вентиле ничего не пишут о боевом пропуске в своих заявлениях. Ну и напрашивается простой вывод. Осенний батлпасс точно завезут во время Инта, и даже скорее всего раньше, чтобы сработало сарафанное радио. Не вижу никакого смысла подавать Троф Карафе и коллектор отдельно. Комьюнити просто не поймёт. Да и к тому же новые партикл-эффекты Аркану и Персону некуда девать, не говоря уже о четырёх расходниках, которые также подписаны в клиенте. Слишком много всего и для обычной полоски. Мы, конечно, имеем в виду Дайр Тайт, который был завязан на кейсах, и в принципе о его концепции. Вернёмся к Гриволам и Смиволам, и зададимся банальным вопросом. В каком формате? ПВП или всё-таки ПВЕ-Ивент? Многие до сих пор не отошли от Неместиса. Откровенно говоря, он получился сомнительным. И тут сразу два спорных момента. Когда в далёком двенадцатом году появились Гриволы, их нужно было выращивать, что безусловно относилось к ПВЕ-контенту. Каждому игроку давалось по одному яйцу. Вы могли забить или же усердно выращивать. Всего было девять подвидов, и чем больше вы им занимались, тем сильнее становились Гриволы. Это влияло на его способности, и, конечно, на визуальные эффекты. Фундамент больше походит на покемонов. Развили до нужного уровня, а затем отправляетесь на поле битвы. Раньше, по крайней мере раньше, всё так же выбирали героя. А в нужный момент, ну, например, когда скиллы ушли на КД, перевоплощайтесь к Гривола. Если посмотреть на слитый список, то способностей не так уж и много. Всего лишь взяли небольшую часть, что, в принципе, объяснимо. По три скилла на одного зверька. Такие расклады плюс-минус поддерживают баланс, и, условно, нельзя застакать Блэк Холл с РП одновременно. Смиволов, которых так хитро упомянули, вообще ни разу не появлялись. Я даже не знаю, что от них можно ожидать в игровом процессе. По сюжету, Гриволы и Смиволы пытаются друг друга убить. Несмотря на то, что они братья, идеология совершенно разная. Смиволы помогают, а вот Гриволы калечат. И чем больше мерзких телодвижений, тем сильнее разрастается эго. У каждого Смивола должен быть хозяин, и об этом прямо прописано. Это дает хоть какую-то пищу для размышления. Ну и как же не вспомнить невыпущенные предметы, которые появились после патча 7.30? Они просто валяются в тренировочном лобби, и каждый желающий может вызвать. Большинство из них не имеет нарисованных иконок. То ли лень было рисовать, то ли неспроста появляется новогодняя тематика, завязанная на Гривилинге. А незадолго до этого был добавлен модификатор под названием Супер Блинк Даггер. Его также можно пощупать. Скорее всего, неиспользованные предметы нужны для осеннего события. За этим мы также последим. Ну и напоследок поговорим о недалёком будущем. 12 сентября заканчивается конкурс шорт-фильмов, приуроченных к Инту, и мы надеемся на ещё одно обращение к комьюнити. Мы давненько теряемся в догадках, что же там со вторым пропуском. И небольшая конкретизация нам не помешает. Надеюсь, они это тоже понимают. Ну, как-то так. Не забывайте подписываться на канал, на телегу, на группу ВК, и, конечно, вбивайте в колокол, дабы ничего не пропустить. Наверняка осень будет страшно холодной, но только не у нас. Всем спасибо за внимание, и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова